Я оборону хорошо вел, я и в атаке много участия принимал. Большой объем работы. Рауль! А вот! Фенальти! Все-таки арбитр показывает, что 11-метровый. За ним побежал один человек, но дело в том, что Международная Федерация Футбола очень строго предупредила за споры с арбитром, будут наказывать. Даже после матча специальный дисциплинарный комитет будет рассматривать каждый случай, с судьей может разговаривать только капитан. Опять второй матч испанцев, опять достаточно... Ну, Рауль же нанес удар поворотом, посмотрите. В падении, но нанес. В падении, но нанес. То есть, как бы, дается второй шанс, получается. Вот с чем не согласен человек. Он говорит, что не было нарушений, был удар поворотом, а как же здесь в этой ситуации поступать? Ну что ж, не будем забывать, что Хаселуэс человек мастер забивать в пенальте, отражать в пенальте, но против него не кто-нибудь, а капитан сборной Испании Фернандо Ера, тоже большой мастер 11-метровых. Вот он, наверное, во второй раз перешел на чужую половину поля для того, чтобы выполнить 11-метровый. Итак, Фернандо Ера... Выход следующий этап зависит от удара Ера. Да, он так спокойно, хладнокровен, как будто отрешенно смотрит на мяч, на Человерта. Столько уже играет в футбол. И шуток. Да, 3-1 становится еще. Играть самого Человерта в этом поединке нужна и выдержка, и мастерство. И мастерство, конечно. Ветеран показал и то, и другое. Вот так проходит этот матч. Команда Парагвай вышла вперед, но Фернандо Ера, похоже, что ставит в этой игре, скорее всего, победную точку. Я думаю, что, может быть, будут еще забитые мячи, но, скорее всего, да, испанцы выходят вперед 3-1. И футболистам Парагвая будет очень сложно хотя бы еще один мяч провести. Не хватает просто сил в атаке, не хватает команду на второй тайм. Как радуется Камачо, он понимает, что с этой...